Утренняя 3D гимнастика, которая займет всего лишь 10 минут вашего времени, но разогреет полностью все суставы и даст вам море энергии на целый день. Вдох. Красиво рисуем восьмерочки. И раз. Раскрылись. Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на канале Здоровый Рух. С вами я, Анастасия. И тема сегодняшнего нашего видео – это утренняя 3D гимнастика, которая займет всего лишь 10 минут вашего времени, но разогреет полностью все суставы и даст вам море энергии на целый день. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, конечно же, на наш канал. Для нас это очень важно. И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео, которые выходят каждую неделю. В общем, не тратим время. Поехали! Гимнастика утром очень важна. Когда мы долгое время находимся в статическом напряжении, то есть спим, и наше тело не двигается, утром нам нужно включить каждую частичку нашего тела, чтобы улучшить лимфооток и, конечно же, улучшить кровообращение в наших суставах и наших органах. Поэтому не избегайте утренних гимнастик, а тем более теперь у вас есть такая замечательная гимнастика, как наша. Обязательно выполняйте ее каждое утро. Сегодня будет мало текста, больше дела. Приступим к упражнению. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч. Делаем глубокий вдох. И на выдохе немножко присаживаемся. Как бы немножечко покачиваемся в коленных суставах. Вдох. Выдох. Отлично. Разогреваемся. Улыбаемся. Вдох. Хорошо. Остаемся в таком же исходном положении. Руки сгибаем в локтях перед собой. И делаем повороты корпуса вместе с головой. Влево и вправо. Обязательно на выдохе. Спинка ровная. Стопы не отрываем от пола. Поворачиваемся корпусом и головой. Если кружится голова, можно делать его немножечко помедленнее. С хорошим выдохом. Хорошо. Движется только грудной отдел и голова. Теперь мы фиксируем голову прямо и поворачиваем только руки и грудной отдел. Корпус. Голова прямо не шевелится. Чувствуете, как у вас работает только грудной отдел. Таз стоит на месте. Колени смотрят прямо. Голова тоже. Разогреваемся. Хорошо. Все наши суставчики в грудном отделе, в плечевых суставах. Хорошо. Расслабили ручки. Исходное положение ног такое же. И сейчас мы будем делать такие восьмерочки руками. Немножко можно с покачиванием в коленных суставах на каждый мах. Хорошо рисуем восьмерку. Разрабатываем хорошо плечевой сустав. Голова прямо. Максимально работаем ручкой. Хорошо. Не забываем улыбаться. Радоваться новому дню. Отлично. И точно так же второй ручкой. Рисуем восьмерочку. Уже чувствуете, как разогреваются полностью ваши мышцы, суставы. Отлично. А теперь почувствуйте, как разогрелась ваша голова, шея. Можете сделать небольшие наклоны. Округляемся вперед. Округляем грудной отдел. Обратите внимание, в какой позиции. Коленочки мягенькие. Немножко согнулись. Тянули хорошо животик. Округлились. Раскрылись. Округлились. Раскрылись. То есть ноги у нас остаются в согнутом положении, в мягеньком. Это не сет. Это комфортное, мягкое положение в коленных суставах. Округлились. Раскрылись. И заметьте, у меня работает только грудной отдел. Мы не работаем, не подключаем. Таз, ноги только хорошо раскрылись. Округлились грудным отделом. Вдох. Делаем глубокий вдох. Раскрываем руки. Раскрываем межреберные мышцы. Хорошо. Следующее мое любимое упражнение. Сначала разогреваем хорошо наши тазобедренные суставы, поясничку. Старайтесь контролировать ваш корпус и запустить работу только таз. Можете фиксировать, прижимать ручки возле тела. В одну сторону стопы не отрываются. Колени смотрят прямо. И точно так же в другую сторону. Почувствуйте уже тепло в теле. Хорошо. И сейчас мы красиво рисуем восьмерочки в нашем тазу. Стопы не отрываем. Мы работаем только тазом. Правая вперед, левая. И мужчины, и женщины должны и могут выполнять эти упражнения. Потому что ваши суставы могут работать во всех плоскостях. Хорошо. Разогрели немножко таз. Следующее упражнение. Продолжаем работать над низом. Делаем выпад в сторону. И за ножку заводим. В сторону. Спинка ровная. То есть во время выпада мы не наклоняемся. Мы просто с ровным корпусом делаем выпад на ножку. Во время выпада колено и стопа смотрят прямо. Прямо. Выпад. И подключаем наши ручки в противоположную сторону. Голова смотрит прямо. Прямо. Тоже выполняем по 15-20 повторений. И поменяем ножку. Сначала потренировались. Делаем выпад. Колено, носок смотрит прямо. Не забываем улыбаться. Это обязательно. И подключаем наши ручки. Скрутка. Ножка уходит в правую сторону. Руки в противоположную. Здесь у нас работает с вами полностью и грудной отдел, и поясничка, и наши ноги. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Согнули присед. Вдох. Вдох. Хорошо. Следующее упражнение. Одну ногу ставим вперед. Вторую ножку назад. Руки поднимаем вверх. Делаем наклон вниз. С раскрытием. Вниз. С раскрытием. Вниз. Раскрываемся. Вниз. Раскрываемся. То есть мы заставляем поработать наши суставы в такой оси. Наклоны вперед и назад. Ручки вверх. Помогаем руками. Раз. Раскрылись. Два. Раскрылись. Три. Раскрылись. То же самое выполняем на вторую ногу. Руки вверх. Наклон. Вниз. Раскрылись. Вниз. Раскрылись. Три. Четыре. 5. Выполняем по 15-20 повторений на каждую ножку. Следующее упражнение. Также ставим правую ногу вперед, левую назад. Сейчас мы будем выполнять вот такие движения. То есть мы ногу заводим вперед-назад по ровной оси, вперед и назад. На ручке работают в противоположную сторону, вбок. Рук. Раз. Голова прямо. Можем подключить ее с работой рук. Если мы делали вбок выпады, теперь мы делаем выпады вперед и назад. То же самое второй ножкой. Раз. Два. Три. Четыре. Лучше смотреть прямо, чтобы не закрутиться и не упасть. Отлично. Почувствуйте тепло в вашем теле, как все разогревается. Дальше включим работу немного наши стопы. Одну ножку поставили вперед и делаем перекат на тыльную сторону, на носочки и возвращаемся в исходное положение. Как будто пальцами цепляемся за пол, делаем перекат. Растягиваем тыльную сторону стопы и возвращаемся в исходное положение. Перекат. Перекат. И вернулись. То же самое второй ножкой. Делаем перекат. Возвращаемся в исходное положение. Перекат. И в исходное положение. Стопам нужно уделять очень много внимания, потому что стопы являются фундаментом вашего тела. Поэтому мышцы стопы и связки должны быть мягенькие, разогретые. Тем более, если вас ждет насыщенный рабочий день. Есть. Меняем ногу. Сейчас мы заваливаем стопу вправо и влево. В сторону и вовнутрь. В сторону и вовнутрь. Постарайтесь работать только стопой, чтобы не было сильного заваливания колена. Точно так же второй ножкой. Как бы создавая такую арку небольшую в стопе. Физиологическую арку. Она должна быть обязательно в здоровых стопах. Хорошо. Мы делаем подъем на носочки и опускание. На носочки, опускание. Сразу здесь улучшается лимфоотток, венозный отток. Что очень важно после того, когда вы спите, не находитесь долго в положении статики. То есть без движения. Есть. Хорошо. Разогрели каждый участок нашего тела. Теперь мы немножечко растянемся. Ставим ножки на ширине плеч. Немножечко согнули их коленочки. И вот как будто просто повисли, хорошо расслабили ручки полностью. Чувствуем, как тянет задняя часть бедра, ягодички. И живот как будто укладываем с вами на наши колени и на наши бедра. Полностью расслабляемся. И с этого положения мягенько можно зафиксироваться за ваши стопы. Мягенько стараемся выровнять колени и вернуться в исходное положение. Мягко выравниваем коленки и возвращаемся в исходное положение. В идеале нам, конечно, нужно полностью положить живот на ножки и с ровными ножками растянуться, почувствовать, как растягивается задняя линия бедра. С этого положения мы с вами можем мягенько уйти на ручки, растянуться в таком положении. И вернуться с округленной спинкой мы мягенько поднимаемся. Вот и все, друзья. Это не заняло много времени у вас, но почувствуйте, насколько обогатилась кислородом, кровью ваше тело, ваши мышцы и каждая клетка вашего тела. И поэтому сегодня, я уверена, ваш день будет намного продуктивнее, чем обычно. Не забудьте подписаться на наш канал, а также подписывайтесь на мою страничку в инстаграме. Там я с вами более тесно контактирую, и мне будет очень приятно услышать ваши отзывы. Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok